Еженедельное оперативное совещание состоялось в администрации городского округа Люберцы. Итоги прошедшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации муниципалитета. 29 раскрытых преступлений. Таков результат работы Люберецкой полиции за минувшую неделю. Стражам порядка удалось задержать две преступные группы, которые занимались вымогательством. По словам Евгения Романцева, в настоящее время злоумышленники находятся под стражей. 25 июля был под мостом, где военкомат нападения на женщину. По ориентировкам сотрудники ППС с четверга на пятницу задержали троих чеченов, которые из Раменского района приезжали, здесь грабили. Далее работы оперативного совещания продолжил Максим Катаев. Он сообщил, что за отчетный период на территории городского округа произошло три пожара. Один из них стал причиной гибели жительницы Коренева. 5 числа Красково, Коренева, улица Некрасова, дом 12, квартира 38. В 8 часов 11 минут произошло загорание на кухне в одной из квартир жилого дома. В результате пожара погибла женщина. Люберецкие коммунальщики усердно готовятся к предстоящей зиме. По словам начальника управления ЖКХ Дмитрия Шумского, необходимые работы проводятся с опережением графика. Он отметил, что на минувшей неделе коммунальные службы работали бесперебойно. Кроме того, к грядущим холодам практически готовы и дорожники. Управлением дорожного хозяйства проведена проверка техники на предприятиях МБУ Люберецкая ДЭП. Готовность техники к зимнему периоду составляет 80%. Идём в графики. Также Егор Бундин рассказал о ремонте и содержании Люберецких дорог. На минувшей неделе проводились плановые работы по очистке проезжей части, полосы отвода, а также вывозу мусора. Всего на поддержание чистоты и порядка было задействовано более 50 единиц спецтехники и порядка 120 человек. Необходимые работы проводились и на самой территории городского округа. О них рассказал начальник управления благоустройства Виталий Калюта. Проведены работы по санитарной опиловке 51 дерева и вырубке 25 аварийных деревьев. С городских территорий собраны и вывезены 30 кубометров мусора, ликвидированы несанкционированные свалки, общим объёмом 64 кубометра. Участники оперативного совещания выслушали просьбы и обращения, поступающие от жителей городского округа. Их озвучил начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций Дмитрий Баранов. По его словам, люберчане жалуются на некачественную уборку территории на улице Попротивов. А жители Красково обратились с просьбой произвести ямочный ремонт около дома номер 13 по улице 2-я Заводская. Луиза Игязарян, Дмитрий Шарапов и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.